Дорогие товарищи, я по традиции, как всегда, приветствую вас на нашей славной Нижегородской земле, на нашем славном Сормовском заводе. Многие это уже слышали, и еще раз пусть послушают, а многие, может быть, первый раз. Мы находимся на заводе Красной Сормовы. Я желаю вам всем, всем нам, успешной работы, деловых выступлений, деловых предложений, ну и продуманных решений нашего сегодняшнего очередного заседания Российского комитета рабочих. Заседание, считаю, открытым. Нам надо принять повестку дня. Оргкомитет предлагает следующую повестку дня на сегодняшний день и на завтрашний. Первое. Содержание и заключение коллективных договоров в условиях действия нового трудового кодекса. Доклад председателя Портового комитета профсоюза докеров города Ленинграда Федотова Константин Васильевича. За доклад председатель Совета рабочих завода Красной Сормова Тока Раскочняка Игошина. Второе. О перспективах изменения трудового законодательства и альтернативных проектов реформы ЖКХ. Доклад депутата Государственной Думы Олега Васильевича Шерина. Третье. В защиту сопредседателя объединения профсоюзов защиты труда депутата Государственной Думы Шерина Олега Васильевича. Четвертое. Оргкомитет предлагает записать разные. Значит, какие будут предложения, мнения о... У нас есть гораздо более сложные эпизоды, в частности, то, что подошло в товарищем Пименовым в Оркуте, гибель Смоленцева в прошлом году, да? Может, проведут другие примеры. Поэтому я бы не стал так формулировать вопросы. Я вас понял. Вот тут много рук поднимает. Я тоже могу поднять. Ну, как ведущий, скажу, я категорически не согласен с постановкой вопроса Олегу Васильевичу. Это очень серьезный вопрос. Нас начинают доставать. Нас начинают отстреливать. Нас начинают выбивать. И если мы своих товарищей по борьбе не защитим, то, что это стандартно. Я думаю, что надо поддержать Олега Васильевича в том плане, что добавить, может быть, сформулировать другому защиту не конкретно Шейна, а профсоюзных активистов, рабочих профсоюзных активистов. Сформулируйте. В защиту Активистов, рабочих профсоюзных активистов. Готовьте резолюцию. Инициатива наказуема. Рабочего и профсоюзного движения. Так, еще какие изменения есть? Добавления? Нет. Значит, я ставлю на голосование данную поездку дня. Ну, в общем, вкратце, около договора о ЖКХ, защиту активистов и разное. В разное вы подумайте, значит, что мы будем, значит, в этом пункте... А пункт там нет, Руа? А? До свидания. Нет. Я предлагаю перед разным поставить пункт. Да, все понятно, правильно. Четвертый пункт. Об очередном... Аплодисменты. 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 Надо, что ли? Да, голодой поездка. Да что вы! Тут как маленькие, а! Мандаты приготовить! Кто за то, чтобы в данную поездку дня включить данный вопрос, об очередном совещании от ГРА? Прошу проголосовать. Подержитесь, пожалуйста. А у всех красные? У меня тоже красные, ищу, где где-то. Опустите. Против нет? Против нет. Выдержавшихся тоже. Значит, включаем. Четвертые об очередном совещании ДРКР. И пятые разные. Я еще раз повторяю. Значит, в перерывах. По ходу нашего совещания возникнут вопросы в разном. Мы их все разберем. Есть предложение? Пожалуйста. Я считаю, что первый перерыв через полтора часа, это в 12. Потом работаем до половины второго, с половины второго на трех обед. Так, в три часа, значит, там опять два часа и два часа. Десятиминутный перерыв. Десятиминутный перерыв. Так, это, значит, поездок. Да, значит, докладчикам время не ограничивать, в пленях, я думаю, тоже. Если не что сказать, пусть говорят. Товарищи, вот такое у нас, так, может быть, не пойдет у нас дело. Если не пойдет, Василий Иванович, будет поограничить. Значит, вот то, что докладчиков не ограничивать, я согласен. А вот то, что в прерывах, значит, не ограничивать. Я не знаю, как здесь, давайте посоветуемся. Мы вчера в оргкомитете говорили об этом. Ну, значит, мы, если, значит, если человек говорит, конечно, по делу и есть серьезное, серьезное выступление, чего же ограничивать. Значит, будем делать так, послушайте меня внимательно. Если человек говорит, говорит по делу, значит, мы будем ему добавлять в вашем голосовании 5 минут, 3 минуты. А то, если у нас бывает и так, что Василий Иванович Шишкарев, он может и 7 минут не дать себе. Чтоб многие говорили. Так, кто за этот регламент, вы слышали его, значит, я не буду повторять. Прошу проголосовать. А после этого заканчиваем сегодня. А? Во сколько мы сегодня заканчиваем? Мы можем закончить в 5, в 6, в 7. 5. Так, еще какие? По повестке дня, по регламенту. Все вроде мы обсудили. Начинаем работу. Представители Портового комитета. Я так понимаю, что этот доклад в том числе связан с тем, что коллективными договорами наша портовая организация Российского профсоюза ДОКРАС, поскольку в Санкт-Петербурга занимается достаточно плотно основательно с самого начала основания самой профсоюзной организации, что было 12 лет назад. Весь наш опыт показывает то, что эта работа весьма благодарна. И вновь в прошлом году измененная трудовое законодательство. Новый трудовой кодекс, если его проанализировать, он нам указывает на то, что значение коллективных договоров возрастает. Прежде чем говорить о содержании, структуре коллективного договора, я так полагаю, надо сравнить ту ситуацию, которая была при прежнем взводе в отношении заключения коллективных договоров и с той ситуацией, которая у нас определена законодательством сейчас, по новому трудовому кодексу. Ранее каждая профсоюзная организация была в праве заключать с администрацией свой коллективный договор. Администрация была не в праве уклоняться от процедуры заключения коллективного договора, и будет он заключен или нет, зависело только от энергичности действий самой профсоюзной организации. Ныне это не так. А ныне действующим на трудовому кодексу в организации может быть только один коллективный договор. Это, как мы понимаем, накладывает сразу очень большие ограничения, с одной стороны, на работу профсоюзных организаций, которые вновь возникают, поскольку на первом этапе им приходится работать только в рамках, будем так говорить, голого законодательства. И во-вторых, для тех профорганизаций, которые достаточно окреплены, это налагает ответственность, поскольку надо заключать коллективный договор от лица практически всего коллектива. Также по трудовому кодексу коллективный договор может заключить только профсоюзная организация, которая представляет более 50% работников. Таким образом, мы видим еще одно достаточно существенное ограничение. С моей точки зрения, совершенно не демократическое, говорили, что демократический кодекс, это вовсе не так. То есть необходимо, чтобы профсоюзная организация обрала сразу же для заключения коллективного договора более 50% членов профсоюза, работников данной организации. В противном случае у работодателя есть возможность формально отослаться на соответствующие статьи закона и говорить, что я не обязан заключать коллективный договор. Есть там правда, как бы, ну, такая, будем так, с моей точки зрения, теоретическая развода. Коллективный договор может заключить вообще любая профсоюзная организация и любой орган, и любой представитель, если он будет поддержан конференцией работников. Но, во-первых, что такое конференция работников с точки зрения законодательства? Не профсоюзная организация. И если это будет происходить под эгидой работодателя, мы отлично понимаем, чему это дело приведет. Если же это будет проводиться под эгидой какой-либо боевой, ну, не очень пока многочисленной организации, то там будет очень многое зависеть от умелости, настойчивости, авторитетности данной организации. Далее, если раньше процедура заключения коллективного договора была такая, что можно было его заключать в течение трех, ну, как бы, норматив был заключения в течение трех месяцев, но по договоренности сторон работодателей, ну, как правило, профсоюза, да, можно было эти переговоры проводить в достаточно длительный срок. В частности, у нас ситуация была такая, что переговоры по заключению коллективного договора на 96-й год мы проводили в полтора года. То есть это было допустимо законодательством. То есть сейчас строго определенные рамки. В течение трех месяцев проводятся переговоры. Все, что успели обсудить и принять по согласованному решению, включается в действующий коллективный договор. Все, что не успели, включается в протокол разногласий и автоматически начинается процедура коллективного трудового спорта. Таким образом, получается, опять-таки, новая угроза того, что при перезаключении нового коллективного договора из ранее действующего коллективного договора могут выпасть достаточно серьезные вещи, достаточно важные права работников, которые действующим коллективным договором обусловлены. И это, как мы понимаем, тоже в ряде, в очень большом количестве случаев весьма неблагоприятно, потому что мы же видим ситуацию с появитостью профсоюзных организаций. И там, где профсоюзная организация может взаимодействовать нормально с работниками, там, конечно, вряд ли произойдет этот отбал, потому что администрация, поставленная теперь перед фактом проведения коллективного трудового спора, разумная администрация не захочет вываливаться в этот коллективный трудовой спор, если она видит, что работники будут действовать настойчиво. Поскольку все права на проведение полной процедуры и в том числе проведение забастовки работников есть, и как бы там не тужилась, не тужилась администрация, а такой опыт у нас также был в прошлом году, когда в течение 9 месяцев они пытались совершенно неправедными, хотя и с помощью судебных органов, способами попытаться нас расшатать эту ситуацию. Обвиняя в том, что якобы профсоюз действует неправильно, соблюдая процедуру, мы прошли целый ряд судебных заседаний, отбили целый ряд судебных рисков, и в конце концов было совершенно четко установлено, что профсоюз действует совершенно правильно, и когда у администрации не осталось никаких вариантов уже к наступлению, они вынуждены были нам сдать коллективный договор, и на текущий момент у нас ситуация такая, что до 2005 года у нас будет действовать старый коллективный договор, который заключен был еще при прежнем трудовом подексе. Теперь, если говорить дальше о процедуре, очень важное значение имеет тот момент, который иллюстрируется данным прошлом. В законе сказано так, что коллективный договор составляется комиссией совместных работников и работодателей, и при этом закон совершенно не отвергает того, что прежде чем начались переговоры, работники и представители, ну как правило, в большинстве случаев профсоюзная организация вышла со своим проектом коллективного договора. Вот это один из тех опытов, который в нашей профсоюзной организации наработан, и который совершенно однозначно говорит о том, что этот проект коллективного договора должен быть. Это практически план проведения переговоров с администрацией по всем возможным позициям, которые необходимо сейчас особенно включать в коллективный договор. Если ранее, почему нужно готовить проект коллективного договора, значит, основательно? Значит, надо предусмотреть заранее, какие вещи, на каких вещах необходимо наставить. Значит, если ранее по коллективному договору, по трудовому кодексу, администрация обязана была целый ряд позиций по правам работников, по текущей деятельности, в частности, допустим, по нормированию труда, по увольнению работников, обязана была согласовываться с профсоюзной организацией, то теперь по мнению действующему трудовому кодексу, впрямую, она не должна этого делать, то есть только с учетом мнения, что такое учет мнения, каждый из нас себе это хорошо представляет, но законодательство при этом оставляет возможность, дает возможность профсоюзам, в случае, если такая запись о том, что работодатель обязан в свои локальные нормативные акты по любым позициям деятельности, согласовывать с профсоюзной организацией, и если работники добьются этого, то есть если эта запись, в конце концов, будет в коллективном договоре, то оно и будет, это будет иметь силу закона. Я в судебной практике могу сказать, что судьи в первую очередь, как только подается исковое заявление в интересах работников профсоюзной организации подает исковое заявление, первое, что спрашивает судья, это достаточно показательно, подаешь, ну там есть целый перечень документов, которые необходимо подать, первое, так, коллективный договор есть? Есть, все прекрасно, сделайте мне выписку на те ссылки, которые вы ссылаетесь, потому что она, естественно, судья не знает те позиции коллективного договора, которые есть в каждой из организаций, но она очень четко знает, что если это есть в коллективном договоре, то администрация обязана это соблюдать, и тут никаких ни вправо, ни влево шагов нет, бывают такие случаи, когда нужно поспорить, и когда судья даже в затруднении находится, какую принять решение. В данном случае никакого затруднения у нее нет, поэтому она всегда сразу же таким образом и обеспечивает себе сокращенное решение проблем. Таким образом, как бы государство признает эти позиции. Значит, теперь структура, как это было и обозначено в докладе, структура коллективного договора. Вот та брошюра, которая у каждой из присутствующих, в том числе, ну, большинство знакомы уже в течение длительного времени. Значит, те, кто могли сегодня только посмотреть, значит, на первой же странице, да, там, где идет речь о содержании коллективного договора, можно посмотреть структуру. Она у нас прорабатывалась достаточно длительное время, и мы сейчас можем совершенно четко сказать, что практика подтверждает правильность данной структуры, и те позиции, которые здесь обозначены, семь позиций в центральной части, да, значит, они охватывают здесь всю сферу трудовых отношений. То есть первая позиция по организации производства. Здесь надо сказать, что при переговорах администрация больше всего не любит, то есть как-то вот пытается уклоняться всяческими способами от того, чтобы согласовывать с профсоюзом вообще какие-либо позиции в отношении организации производства. Они заявляют, совершенно неправильно заявляют о том, что профсоюз не вправе вмешиваться в деятельность предприятия. Это неверно. Профсоюз вмешивается вправе в деятельность предприятия, значит, поскольку законом предопределено, что работники участвуют в управлении предприятием, правда, не непосредственно, а через своих представителей, через профсоюз, в первую очередь. Что нас больше всего в данном случае интересует? Первое, как организованы бригады? То есть как формируются бригады? Если бригада формируется только волеизъявлением работы дателя, то мы понимаем, что эта бригада в своих действиях будет ослаблена. Если бригада формируется по согласованию с работниками, то есть работники сами вольны определять состав бригады, бригада будет вести себя совершенно по-другому. Смотрим, речь идет о бригадире. Бригадир, как известно, частичный администратор. Он одновременно работник, у него есть такие функции и интересы, соответственно, как у работника, но он одновременно отчасти администратор. Он выполняет административные функции. И тут мы также заинтересованы в том, чтобы бригадиры назначались и особенно снимались с должности бригадиров по согласованию с правком. Вся наша практика говорит о том, у нас после того, как, в частности, наш форт был раздроблен на ряд акционерных обществ, на ряд стивидорных компаний, как в нашей терминологии это называется, привычной для корта терминологии. Значит, у нас были, в практике были моменты, когда одна из стивидорных компаний, значит, они думали, сказали, а что там такого страшного в том, чтобы вот бригадиры, значит, назначались самой администрацией. И вот практика вся говорит о том, что ситуация меняется очень сильно, потому что бригадир, который независим от профсоюза, становится зависим от администрации, администраторы всячески стараются через бригадиров воздействовать на работников и таким образом получают дополнительную меру воздействия, причем достаточно эффективную, поскольку бригадир работает с работниками ежедневно. Значит, у администраторов, если это крупные коллективы, возможности общаться с каждым работником нет. Вот у нас, в профсоюзе, такая возможность есть, поскольку у нас в каждой бригаде, в каждом коллективе есть профгруппор, есть его заместитель. Профгруппор, где составляют цеховые комитеты, председатели цеховых комитетов, у нас такая структура, формирование, то есть снизу, наверное. То есть таким образом профсоюз работает с коллективом постоянно. В администрации такой возможности, как правило, нет. То есть они работают грубо, примитивно, через отделы кадров. Отделы кадров, как правило, достаточно тупо, вот это может быть грубоватое слово, но, вот я другого слова не подберу, тупо выполняют инструкции. Зачастую даже не вдумываясь в то, что инструкцию можно выполнять по-разному, все зависит от тех целей и задач, которые должны быть поставлены. И тем самым они, оборот, на себя нагнетают только и недовольство работников, и чаще всего, значит, нам удается обидеть там какие-то неправедные наступательные действия. Можно говорить о разных других вещах в части организации производства, в том числе. К огромному сожалению, законодательство впрямую говорит, что технология утверждается непосредственно самим работодателем. Так вот прямо и сказано. Непосредственно самим работодателем. Значит, это не говорит о том, что они не могут согласовывать технологию с профсоюзной администрацией, но, как вы понимаете, от этого они руками-ногами пытаются открещиваться, получают огромное количество подтверждающих справочек по поводу того, что с профсоюзом это не надо согласовывать. В частности, такие справочки им Мегляли выдают Госгортехназор, который считает, что только УОЗ должен контролировать технологию, другие надзорные организации. Слушай, нет, союзом это не надо. Но, значит, во всей технологии есть очень существенный момент, это ее безопасность. В первую очередь, травма безопасности. Вот эту часть мы не только можем наставить на том, чтобы согласовывать, но и обязаны, по-моему, это сделать, потому что вот я только что буквально с поезда приехал, я приехал с семинара, который проводил Министерство труда социального развития. Семинар был посвящен сертификации, сертификации работы работодателя по охране труда. Вот так называется. И там было достаточно много выступлений, в том числе выступая замминистр, запутался, значит, он говорил, что я вот не очень понимаю, что первичным является документ, который мы должны соблюдать, или его составление. И вот у нас службы охраны труда не справляются, из-за того, что наши службы охраны труда не справляются, рост травматизма. Ну, это какое-то совершенно детское заявление замминистра. Значит, поскольку как бы ни работала служба охраны труда, но если технология такова, то она просто способствует уграблению людей, то можно чуть-чуть как бы насторожить людей, можно постараться, чтобы люди более аккуратно относились, но все равно неминуемо травма будет происходить. Поэтому согласование технологии в части, и в том числе, ведь можно организовывать работу таким образом, попытаться, пусть там будет добавлен дополнительный человек, который будет контролировать всю цепочку одновременно. Это будет, конечно, как бы финансово, якобы, накладно для работодателя, но на самом деле это спорный вопрос. Чаще всего это будет как раз снимать вопросы травматизма. Вот эти моменты мы можем и должны согласовывать. По обеспечению занятости следующий момент. тогда, когда предприятие есть, мы считаем, что последующим моментом является важнейшим занятость, поскольку можно у нас иногда идут такие дискуссии, говорят, нет, самым первым является вариант зарплаты. Ну, да, конечно, это если рабочие места есть, а если их нет, то вариант зарплаты он тоже нет. Поэтому важнейшим моментом следующим это обеспечение занятости. И вот тут как раз законодательство нам позволяет достаточно широко это дело контролировать, не давать возможность администрации сокращать рабочие места, значит, обязывать в случае изменения в организации производства, в организации технологий вести политику таким образом, чтобы количество рабочих мест не сокращалось или увеличилось. То есть вести к расширению производства. Бывают всякие моменты, конечно, но в данном случае мы вправе на это наставим. Следующий момент идет, опять мы записали не заработную плату, следующим моментом мы записали обязательства работодателя по охране труда и здоровья. Это там, где прописывается вот уже непосредственно работа самих служб охраны труда, непосредственных обязанностей работодателя по охране труда, значит, работа представителей профсоюза в этом плане. И в части травматизма, и в части ограждения воздействия вредных и опасных факторов на здоровье человека. Допустим, для докеров одним из таких факторов является тяжесть и напряженность трудового процесса, потому что по нормативам Динздрава максимальная нагрузка на человека в смену это 6,5 тонн. Значит, это вот максимум установленный Динздрав. Значит, у нас норма труда 24 тонн. Можете себе представить, да? То есть при этом при этом значит вот эта норма до того, как профсоюз начал этим делом заниматься, она была 40 тонн. Начала. А на 64? Нет, это была не норма, это был факт. А факт до 64. Кроме отечество что-то это норма говорит, да? Значит, вот норма была 40, мы здесь сделали 24, то есть таким образом улучшили, конечно, положение. деградом и делом норме медиа. Следующий момент по оплате труда. Значит, сейчас нигде в Трудовом кодексе не сказано, что работодатель согласовывает нормы труда профсоюза. Просто никакого упоминания по этому поводу. Значит, и это можно сделать только через коррективную договорку. при этом, конечно, как мы понимаем, через нормирование труда устанавливается не столько уровень заработной платы, потому что его можно установить другим способом. Просто обеспечив сразу же норматив, допустим, того, чтобы заработная плата была не менее того или иного размера. А в данном случае это обеспечивается интенсивность труда. и опять-таки весь наш опыт показывает, что есть торговые морские порты. Наш профсоюз в основном в большинстве, хотя и в других портах тоже работают, работают в морской торговых порт. Ситуация складывалась таким образом, что раньше лесные порты относились к лесной промышленности. Сейчас они уже никакой промышленности не относятся. или профсоюзные организации нашего профсоюза постепенно развиваются в лесных портах, но медленно. Опыт показывает, что там, где профсоюза нет, там эти нормы устанавливаются запредельные, прямую, физически совершенно работники откровенно жалуются на то, что после смены приходят и буквально падают в кровах. Они могут ни с чем заниматься другим, до такой степени вот изнашивают интенсивность. По социальным гарантиям льгот. Ну, все, что было раньше, все, что было раньше, по рабочему времени. По рабочему времени у нас сейчас некоторая беда есть, и мы еще не знаем, как с этим делом справиться. Значит, если в отношении доплат за вредные условия труда сохранился прежний порядок, то есть есть определенные нормативы, минимальные как бы установлены, действует еще старый порядок постановления Госкомптруда 1974 года, которое предписывает минимальные доплаты при определенных условиях. И при этом надо сказать, что государство некоторым образом подталкивает работодателя к его выполнению, потому что сказано так, если проведена аттестация рабочих мест, и эта аттестация рабочих мест подтвердила наличие вредных и опасных факторов на рабочем месте, то вот эти проценты доплат, которые установлены постановлением Госкомптруда 1974 года, они не облагаются никакими налогами. Вот в этом пределе. таким образом государство получается, что стимулирует работодателя к их выплатам. И при этом в том же законе сказано, что конкретные размеры доплат, они могут быть выше. В частности, максимальный размер доплат, предусмотренный Госкомптруда постановлением 12%. у нас, например, оплаты идет в размере 47%. То есть, максимальные размеры доплаты устанавливаются коллективными договорами соглашения. в отношении же отпусков сейчас получается странная картина. И она будет зависеть от того, как пойдет, наверное, практика заключения коллективных договоров. в отношении отпусков в Трудовом кодексе записано так, что размер отпусков за вредные опасные или отклоняющиеся от нормальных условий труда устанавливаются постановлением правительства. И никаких ссылок ни на коллективный договор, никуда ничего нет. То есть, пока мы продолжаем практику того коллективного договора, который у нас есть, тех коллективных договоров, которые у нас есть, потому что они у нас есть в каждом порту России и в каждой практически или почти заветным исключением в каждой стивидорной компании в морских торговых портах. Но что дальше из этого будет неизвестно, потому что это явно с чему уничтожили какие-то проделки. По социальным гарантиям и льготам та же самая картина. Как заявил в официальном выступлении министр, министр, починить надо бы министром, значит, все льготы и права у нас являются заявительными. не заявил свободен. Заявлял о правах? Ну ладно. Может быть получит. Не заявил точно не получит. Поэтому это относится как к правам и льготам конкретным, так и вообще в целом получается. Он характеризует... Есть у вас коллективный договор? Это и есть занятка о правах. Будут у вас права? Нет у вас коллективного договора? Не будет у вас прав. Значит, седьмым пунктом в плане обязательства работодателя по нашему проекту коллективного договора стоит гарантия профсоюзного деятельности работника. Ну, надо сказать, что когда профсоюзная организация действует энергично, наступательно, работодатель эти вопросы решает. В частности, у нас председатели правкомов докеров стеледорных компаний, они являются освобожденными работниками и оплату им производит работодатель. Теперь, вот мы говорили о трехмесячном сроке заключения коллективного договора. Грамотные работодатели, опытные работодатели, они понимают, что это вообще и для них тоже не очень удобный срок, и поэтому начинается поиск возможных вариантов, а как сделать так, чтобы все-таки провести нормальную процедуру согласования, потому что вот это только основной текст коллективного договора. К этому тексту приложений. Приложения, они гораздо более объемные, потому что в частности в положении об оплате прудоположения, о премьировании, там детально прописываются достаточно существенные в том числе мелочи. И собственно весь коллективный договор, он в пять раз толще, чем книжка, чем вот эта брошюра, которая представляет собой только основной. Вот мы пошли по договоренности с нашими работодателями таким причем. Мы договорились о том, что мы будем проводить предварительные переговоры с работодателем о том, какие пункты коллективного договора, в частности вот этого проекта, будут в обязательном порядке включены в каждой из территорий компаний. И такие переговоры у нас сейчас ведутся. На основании вот этого одного из пунктов действующего коллективного договора в разделе 3.7 те представители профсоюзной организации, которые ведут у нас эти переговоры, ведут у нас эти переговоры не председатели правкомов, а простые докеры. Состав комиссии от нашей профсоюзной организации таков, возглавляет нашу сторону работников комиссии возглавляет председатель правком комитета, а все остальные до одного это обыкновенные докеры. Каждая из компаний по одному два человека в зависимости от численности компаний, потому что они тоже разные бывают. И освобождены эти представители постоянно на весь срок работы комиссии. То есть работодатели часто говорят, что мы освободим только на период переговоров. Это совершенно неправильно. работодатели имеют возможность работать с проектом коллективного договора постоянно. Более того, они за эти деньги получают. Им за это зарплату платят этим представителям, по крайней мере, потому что с той стороны как правило находятся либо заместители генеральных директоров, либо начальники отдела кадров, то есть тем, кому впрямую этим делом поручено заниматься. Мы настояли на том, чтобы наши представители тоже были освобождены полностью. При этом фактически переговоры проводятся два раза в неделю. А три дня в неделю наши представители занимаются тем, что обсуждают, обсасывают, как мы говорим, каждый пункт коллективного договора и вполне подготовленными выходят на переговоры к администрации. Но что для нас еще более важно и что как раз самое важное, то есть мы имеем возможность постоянно работать в коллективе. То есть вот этот человек, который ведет переговоры, он в обязательном порядке, в свободное время постоянно проводит собрания коллектива бригад. То есть таким образом все бригады находятся в курсе дел. теперь вот здесь вот новый докер, нового докера нет, да? Нет. Да ничего, это самое наверное рассылали все-таки. У нас в том числе в выпуске, был, скорее всего, в выпуске докера опубликованы на развороте целый разворот вот таким вот образом был значит там опубликованы те предложения работников которые были собраны уже в процессе переговоров. То есть пока переговоры ведутся всплывают новые какие-то моменты. При этом мы собираем все предложения. Вот как бы это предложение не звучало и как бы оно ни было сформулировано пусть ну самым таким примитивным а вот мне хотелось бы чтобы было тут-то-то напиши на бумажке и давай я вот напишу правильно я сказал правильно. Потом это дело обдумывается в комиссии которая этим вопросом занимается и возникает предложение уже сформулированное как бы профсоюзным комитетом. По предложениям мы собираем все абсолютно. То есть опыт показывает что они никогда не возникают у работников фантазийно. То есть они обязательно возникают от каких-то потребностей. Может быть эти потребности зачастую не очень четко выражены не очень четко сформулированы. Так вот для того чтобы они были выражены и сформулированы надо сначала их получить. И особенно профсоюзные работники я работал 16 лет докером и кандидатом я хорошо докером могу понять но то что происходит сейчас я уже вряд ли не смогу так что-то выдумать. Это невозможно. Не фантазии делать. Значит то есть нужно чтобы обязательная была связь непосредственно постоянная с работой. у нас вот эта вот брошюра она издана таким тиражом что каждый работник не член профсоюза потому что у нас профсоюзная организация у нас большинство на предприятии но не все каждый работник каждый администратор лично в руки получил эту брошюру. каждый работник каждый администратор вправе обратиться в профсоюзный комитет даже те кто по каким либо причинам а чаще всего это как раз представители отделов администрации они оказываются в самом таком щепетильном положении они морально очень часто на нашей стороне потому что допустим вот издание докера я в здании управления раздаю сам и генеральному директору в том числе и генеральному директору каждый раз спрашивают что у вас нет этих самых распространителей есть конечно есть конечно но когда я раздаю газеты 250 работников здания управления каждый получает в руки я вам докладываю что с огромным удовольствием они эту газету берут два человека у нас там в управлении которые отпрыгнут от нее как вот как в фильме там Вицын отпрыгивал от платка там в каком-то угольдаю точно так же вот они от газеты все остальные с огромным удовольствием берут внимательно с этим делом знакомятся и передают нам предложение в коррективный договор у вас там у вас там генеральный печататель это по нашей инициативе печатается нам выгодно чтобы некоторые его разумные вещи печатали то есть вот все-таки самым главным и самым основным для всей процедуры заключения коллективного договора нужно чтобы работники постоянно были в курсе потому что мы неоднократно проходили процедуру коллективных трудовых споров очень четко понимаем что когда люди понимают о чем идет речь когда проинформированы и есть определенная отдача то провести процедуру коллективного трудового спора не только возможно но и она будет эффективна если же нет если кулавной где-то что-то там пишется а тем более как это вот если в прямую как читать из трудового кодекса то якобы собирается какая-то комиссия представителей работников работодателей начинает с ноля откуда-то там неизвестно как пузыри какие-то предложения собирать это не серьезно и за три месяца они этих пузырей наделывают столько что все будут очень постой поэтому в союзе нужно просто проводить определенную работу подготовительную предложение для заключения новых коллективных договоров у нас собираются постоянно у меня поскольку я ответственный за составление документа у меня в ящике постоянно складываются в течение года предложения потом по окончании года я все эти предложения собираю анализирую обсуждаем проводим ни одно ни два не три иногда по пять заседаний портового комитета о которых обсуждаем а как вот это сформулировать к чему это должно привести то есть еще нет никакого нового проекта коллективного договора но обработка предложений ведется постоянно и таким образом получается что у нас коллективный договор охватывает достаточно полно те интересы работников которые должны быть в нем отражены вот этой работой профсоюз должен заниматься она вроде как такая бумажная кажется она важная подготовительная работа к тому чтобы провести и процедуру переговоров по заключению коллективного договора и что я думаю что нам надо будет на заседании российского комитета рабочих этому делу посвятить в дальнейшем время процедуре ведения коллективного продового спора она сейчас также достаточно сильно изменена по отношению к той которая была ранее там есть определенные подводные камни закон который ранее определял эту процедуру был составлен таким образом что в нескольких местах были противоречия то есть всегда можно было бы подвести под то что якобы у вас забастовка незаконна сейчас это дело еще более размыто но профсоюз должен заранее быть готов к тем возможным каким-то там вроде бы неожиданно возникающим моментом поэтому надо будет обсудить еще этот вопрос а пока у меня если вопросы есть я готов ответить пожалуйста товарищ или появится в том кубе прочитали представляете по положению и приложения они у вас являются неопнимаемой частью коллективного договора и они все подписаны и считаются там да приложение коллективного договора является неопнимаемой ее сейчас значит у вас очень хороший вопрос в частности вот интересные вещи прописаны в законодательстве например написано так что правила внутреннего трудового распорядка принимаются работодатели самостоятельно с учета мнения трудового коллектива и являются неотъемлемой частью коллективного договора то есть мы вам эти правила навязываем сразу на основании этого мы им сказали они являются неотъемлемой частью коллективного договора да будьте любез В противном случае никаких правил внутреннего трудового распорядка у вас не будет, потому что правила внутреннего трудового распорядка должны быть утверждены на конференции работников. Конференция работников, если профсоюз работает нормально, она никогда не включит в повеску дня своей конференции утверждение или даже рассмотрение вопроса о правилах внутреннего трудового распорядка. У нас была такая администрация, по своей инициативе, значит, собирает конференцию, профсоюз готов эту конференцию проводить, там участвует. В повестке дня стоит вопрос о формировании комиссии по социальному страхованию. Нет вопросов. И тут же, значит, генеральный выходит, а вот у нас тут составлены правила внутреннего трудового распорядка. Так, вопрос, внесены в повестку? Нет. Нет, так никто же не против. Поднимите, пожалуйста, ручек, кто за? Ни одной руки нет. Я, так понимаю, пошел в правком, говорит, ну, ребята, мне же надо, мне же там эти акционеры. Говорит, давай, мы сейчас написываем, согласуем с тобой, вынесем на конференцию. Нет вопросов. Ну, не согласованную выносить не будем. Ладно, пишите. Написали. Нормально. Повычеркивали где-то 15% совершенно вредных вещей из типового положения о правилах внутреннего трудового взгляда. И включили туда достаточно полезные вещи. В том числе, обязали администрацию через правила внутреннего трудового взгляда. Согласовывали с профсоюзом типовые трудовые договоры. Типовой трудовой договор. Теперь у нас висит приказ. Согласовано с профсоюзом типовой трудовой договор. И вон, есть. По типовому трудовому договору везде написано, значит, что первая обязанность для работодателя является соблюдение условий коррекционного договора. Еще вопросы есть? Так, можно? Да, пожалуйста. Если можно, вот, я не буду руководить, по пункту 1.4, более подробно расскажите. 1.4? Сейчас посмотрим. Настоящий коллективный договор сохраняет свои действия в случае реорганизации организации. Изменение состава структуры на именование органов правления организации. Постаржение трудового договора с генеральным директором организации. Реорганизация профсоюза. Изменение на именование структуры или статуса профсоюза. Вот, тут проблемы есть какие-то? Нет, ну, получается, когда, допустим, сейчас сектор, допустим, отделяется, если, естественно, он там свой доносировал, свой хоза расчет, получается, как сейчас должны вести себя вот эти, да, цеха. Это уже там, уже они являются ООО там. Хорошо, я отвечу. Если организация произошла внутренне, да, то есть статус юридического лица не получил, но... Если получает, то в данном случае работает не эта норма. В данном случае... В данном случае... Мы рекомендуем... Тем не менее, находится в системе холдинга. Значит, холдинг сейчас по-новому трудовому законодательству не обязан иметь коллективного договора. Холдинг. Холдинг – это не юрлицо, как бы вот, который не является работодателем по отношению к работе. По-новому законодательству, да? То есть, если выделяется из состава структуры предприятия цех и становится самостоятельным юридическим лицом, то единственный тут выход из этого положения, с нашей точки зрения, предусмотреть это. То есть, заранее, за благовременно. Если он уже выделен, то приходится ввести новую процедуру заключения коррективного договора. Если он еще только в процессе выделения, то я бы рекомендовал вам найти способ объявить о том, что у вас коллективный трудовой спор, и провести этот коллективный трудовой спор, а работодателю объяснить, что мы тут же прекратим, как только мы с вами заранее подпишем коррективный договор. По нашим структурным компаниям это было проделано вот таким образом. То есть, ни один работник у нас, там же при реорганизации, значит, работник должен как бы написать, да, заявление, что прошу меня уголить, а потом, а туда прошу меня уголить. У нас ни один работник, значит, в соответствии с этим коллективным договором, по сокращению работника уголить нельзя, так? То есть, профсоюз не дает добро на увольнение работника в связи с этой организацией. Работодателю возникает проблема, которую он решит, может, только одним способом. Договориться с работником, что тот напишет заявление. Работник говорит, я напишу заявление. Сразу же, быстро, в течение трех секунд, уже правком принесет пачку, я буду только подписывать. Но только в одном случае, если вы подпишите коллективный договор. Вот как тут подпишите коллективный договор, да? Я стараюсь заявление. То есть, это не решается, вот, не этим пунктом решается вопрос реорганизации. Вопрос реорганизации решается тем, что в коллективном договоре, во-первых, должно быть записано, ну, данной организации, которая еще не реорганизована, что работодателю обязаны согласовать увольнение работников, да? И таким образом и профсоюз проводит переговоры о новом коллективном договоре. Если же уже это произошло, к сожалению, да? То тогда надо, как во вновь действующей организации, я думаю, работать. То есть, нужно сделать так, чтобы профсоюзная организация была многочисленной. На первых порах конференцию работников провести тяжелую. Поэтому лучше действовать все-таки через профсоюзную организацию. Чтобы профсоюзная организация была многочисленной. И заключать коллективный договор вплоть до коллективного трудового спора. Тут другого выхода нет. Рассчитывать на то, что они сами там скажут, вот, давайте нам выгодно заключить этот коллективный договор, на это не приходится вообще. Раз. То есть, с одной стороны, вес, весомость коллективного договора возросла, потому что в законодательстве написано, что вот такие-то, 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 такие-то вещи, значит, могут быть в коллективном договоре, а в самом законодательстве их нет. А с другой стороны, значит, работодателю тоже и выгодно не иметь коллективного договора, Поскольку если его не будет, то и того не будет. Все зависит от давления работников, от организованности, от умелости по союзной организации. Вот этот данный пункт, он речь идет только о реорганизации внутри предприятия. Когда один цех ликвидируется, допустим, вместо него создается другой. Тогда да, тогда они никуда не денутся. А если это выделение идет, то есть реорганизация с выделением, то это более сложный процесс. Еще вопросы? Слушай, значит, потом появится там попросение и так далее. Я готов буду ответствовать. Спасибо. У вас, наверное, еще вопросы возникнут к Константину Васильевичу. Ну, значит, по ходу, перерыве. Вы еще можете подойти к нему, поинтересоваться. А можно слово попросить? Сейчас вы докладите. Так, сейчас, конечно же, мы собрались на заседание, чтобы поговорить. Если у вас есть вопросы и предложения по теме повестки дня, пожалуйста, записывайтесь, предлагайте.